32 тысячи бывших заключенных, которые участвовали в российском вторжении в Украину в рядах ЧВК «Вагнер» вернулись домой. Об этом накануне рассказал Евгений Пригожин. По его словам, те, кто вышел на свободу после войны, совершили 83 преступления, что, цитата, в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер». Обсудим это. Ко мне присоединяется юрист Алексей Федяров. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, скажите, как расценивать вот эту статистику Евгения Пригожина? Сложно в нее поверить? Расценивать как данность об этом все люди, которые давно в теме изучают статистику, изучают это явление. Рецидив преступности, рецидив преступности у людей, освободившихся из мест лишения свободы. Все говорили сразу о том, что нельзя рассматривать только ЧВК «Вагнер» либо какие-то другие ЧВК, об отдельности, так, сепарировано. Есть статистика, есть люди, которые совершают преступления, освободившись, неважно откуда. И интересно было посмотреть, чисто, знаете, так вот, энтомологически было интересно посмотреть, во что это выльется. Я, наверное, склонен этой статистике доверять. Но мы имеем очень короткий промежуток времени. Надо будет понимать через 2-3 года, что будет. Потому что общая статистика, здесь Евгений Лукаев, общая статистика учитывает вообще всех, у кого не снята и не погашена судимость. То есть затяжки преступления – это 8 лет, например. А здесь он берет только тех, кто вот освободился, тех, кто приехал, буквально там месяц, два, три, сколько прошло времени, мы не знаем. Давайте посмотрим через 2-3 года, что это будет. Я уверен, что догонят и перегонят общую статистику. Ну, то есть можно сказать, что армия дисциплинирует так или иначе? Или пока сложно об этом? Нет, конечно же. Люди, которые прошли горячие точки, они совершают преступления, уйдя оттуда много чаще, по наблюдению криминологов, по моим личным наблюдениям, много чаще, чем обычный рядовой, сидевший зэк. Просто я говорю о том, что в статистике Евгения Прибожина чисто голо по факту можно доверять, но надо иметь в виду, что прошел очень короткий промежуток времени. Давайте посмотрим через 2-3 года, что будет. Я уверен, что этот удельный вес будет намного-намного выше среднего. Я правильно понимаю, что должно быть не по себе, по крайней мере, обычным гражданам от этой новости, что 30 тысяч людей, которые вот еще недавно были заключенными, сейчас возвращаются в Россию. Это же мы даже не понимаем. Ну, если у них посттравматический синдром от войны, нет его, плюс помноженный на бывший негативный опыт, во что это может вылиться в конечном итоге? Это выливается в очень существенный рост преступности, особенно преступности бытовой, преступности, связанной с хищением общества. Потому что корость и желание причинить вред, вот, наверное, два движущих фактора. 32 тысячи – это очень мало, будет намного больше, учитывайте в общеармейских, учитывайте другие чувака, учитывайте другие формирования. Будет намного-намного-намного больше людей, учитывайте раненых, которые придут и будут абсолютно десоциализированы. Речь идет о сотнях тысяч. Ну, власти же, как я понимаю, должны осознавать эти риски. Или им все равно, и они понимают, что, ну, окей, этот человек, если совершит какое-то преступление, мы его снова сможем отправить на фронт, и ничего страшного не будет в этом плане? Другой, кому что должны эти власти? Эти власти никому ничего не должны. Им абсолютно все равно, что будет происходить. Пока Рублевка живет спокойно, пока спокойно едут кортежи, им все поступают в дорогу, ничего не будет происходить. Ну, это же не значит, что до Рублевки эти люди не смогут дойти. Это же вопрос времени. Пока не дошли. Почему? Рублевку хорошо охраняется. То есть власть живет сегодняшним днем и не думает, что будет в будущем? Слушайте, вот я про Рублевку столько миф, слушай, я сам живу на Рублевке. Просто я знаю, что это такое. Вы понимаете, что Рублевка, вот само Рублево-Успенское шоссе, где поместье имения самых богатых, самых влиятельных людей России, охраняются очень и очень хорошо. А вот вокруг Рублевки, там Новая Рига, Льинское шоссе, там огромное количество достаточно обеспеченных, богатых даже поселков, которые вообще никак практически не охраняются, где постоянно кражи, постоянно грабежи, постоянно происходят. Вот в обычном Рублевском поселке, там типа, не знаю, там Петровский, Александровский, там еще какие-то, где просто живут люди, у которых дома за миллион долларов, словно говоря. Грабежи и разбой происходят постоянно. Просто их будет намного больше. Зачем идти на условные раздоры, когда ты можешь дойти до Петрова Дальнего, например, да? Ну, просто я как жизнь от тех мест могу сказать. И там ты не встретишь никакого сопротивления, но ты возьмешь Хабар намного более спокойно. Поэтому и Рублевка, которая находится в центре, ядро Рублевки, поэтому и спокойно, потому что до нее идти далеко, долго, да и незачем. Незачем. Вы не живите этим мифами, что Рублевка уехала, Рублевка недовольна, Рублевка ждет Пригожина. Все ерунда. Там живут на полном расслабоне, там все хорошо. Сейчас там огромные бюджеты с контрактом с Министерством обороны, там огромное количество денег, там много новых богатых семей, ультрабогатых семей появилось. Там все хорошо. По поводу роста криминогенности, у государства у этого есть сейчас возможности пресекать вот эти возможные в будущем очередные уголовные преступления? Нет, такой возможности нет. Пресекает, именно пресекает преступления совершенно организованными группами и вооруженными организованными группами, а они сейчас и будут представлять самую опасность, подразделения уголовного розыска и подразделения в борьбе с организованной преступностью. Они подвергались уничтожению последние 10 лет, просто тотальному уничтожению. Рост наркоконтроль, там делать ничего не надо, у тебя показатели просто, вот они по улице ходят, бери любого и делай любые показатели. Росли подразделения по борьбе с экстремизмом, там вообще делать ничего не надо, то есть открыл утром любую соцсеть, и вот у тебя показатели на полгода вперед. А уголовный розыск просто всегда был в загоне и в нищете. И как они будут? Вы помните, вот недавно была новость про 39 сбежавших заключенных, бывших с оружием? Я тогда написал, есть ли у государства возможности их, у какого-нибудь отдела внутренних дел возможности их выловить и пресечь их деятельность? И я ответил, нет. И сейчас хотя бы одну новость увидим, что кого-то из этих 39 поймали, или там всю банду, может, поймали, изъяли оружие. Где-нибудь было это? Нет, не было. И все, на это все остальные смотрят. Понимаете, почему люди идут туда? Потому что понимаешь, что оттуда можно спокойно уйти, взяв оружие. И ты приехал к себе в город, условно говоря, там Новокузнецк. Приехал толпой в 30 человек, уже обученный на зоне праведом конспирации. Ты умеешь ждать, умеешь подходить к цели, находить цели. Ты месяц присмотрелся к какой-то цели, зашел, взял все, что тебе нужно, ушел. Если ты ушел из зоны боевых действий, тебя никто не выводит. Наверное, ты уйдешь в спокойном, мирном, маленьком, небольшом городе, взяв, условно говоря, банк или какую-нибудь кассу, или инкассатора. Я понимаю, что это, наверное, вопрос не к юристу, но тем не менее, что тогда в этой ситуации делать простым россиянам? Как себя безопасить? Это вообще возможно? Учиться элементарным правилам желания, учиться стрелять, обзаводиться разрешенным галкострольным оружием, изучать правила безопасности, изучать практику применения требований необходимой обороны, которые у нас очень-очень сложно применяются. Тебе не надо изучать, надо понимать, что тебе можно, что нельзя, обучаться элементарным навыкам рукопашного боя. Условно говоря, я всегда говорю так, если у тебя есть время по вечерам выпить пиво, значит, у тебя есть время по вечерам позаниматься боксом. Иди занимайся боксом, сейчас не до пива, сейчас надо семью охранять. Иди учись стрелять, тиров много. Учиться, учиться оборонять себя. Да, на прошлой неделе еще в Госдуме прозвучали такие предложения избавлять от уголовной ответственности тех людей, которые либо служат. Я вижу практику юридическую, что, в общем, если ты поддерживаешь войну и готов идти на фронт, то суд будет к тебе благосклонен. Почему эта система этим занимается? Есть хоть какое-то оправдание этому? Я даже не знаю. Ну, то есть, просто складывается впечатление, что скоро в России, да, действительно, каждый второй будет отслуживший уголовник. И, в общем, санкцию на то, чтобы там украсть или избить, Госдума практически вот уже готова дать людям. Ну, в России, во-первых, и так очень много людей отсыдевших и тех, у кого коснулась тюрьма. Но будет немножко больше, ну, не знаю, это существенно не изменит ситуацию. Существенно изменит ситуацию то, что эти люди проходят горячие точки. Что касается законопроекта, который рассматривается в государственном доме, крышененников и клишеса, если вы этот законопроект имеете, то это профанация и полная ерунда. Это не заработает абсолютно. Там касается этот законопроект. Ну, как все, к чему прикасается крышененников и клишес, это касается только лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Все. А у нас контингент сидящих, это тяжкие, особо тяжкие преступления. Условно говоря, вот у вас человек, который совершил мелкое какое-то преступление и получил обязательные работы на три недели. К нему какое-то количество часов, которые за три недели у него закончатся. За неделю, когда срок ему подходит, и говорят, давайте у вас освободим от ответственности. Он говорит, какой там, неделю больше не махать, метевка, да идите вы нафиг. Все. Тем более там говорили, посмотрите, посмотрите, законопроекта, там не говорится о прекращении дела. Не говорится об каком-то основании для оправдания. Это только освобождение от ответственности. Какая ответственность за небольшие и средние преступления, за преступление небольшой и средней тяжести? Штраф обязательная работа, предназначенная работа, но либо как максимум условное наказание какое-то. От чего освобождать-то? Где мотивация? У ЗЭКа есть мотивация, а у человека приговоренного к штрафу 100 тысяч рублей мотивации идти туда нет. Я вас понял. Спасибо большое. Это был Алексей Федяров, юрист. Спасибо вам. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, вы можете нас поддержать. Как это сделать? Очень просто. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Также, если вы вдруг еще не подписаны, подписывайтесь на YouTube-канал Ходорковский лайф.